привет друзья я рада снова приветствовать вас на своей кухне и вот сегодня как вы можете видеть по набору продуктов мы с вами будем готовить борщ тот борщ который которым я угощала англичан ну в принципе наверное наш донской борщ он немного похож на украинский немного может быть еще какие-то секреты тут в нем я вот как раз вам об этом сейчас расскажу и еще открою вам несколько собственных своих секретов которые может быть вам понравятся и вы их сможете также применять и так что мы должны иметь для борща вот он у нас на столе набор продуктов необходимых нам сегодня значит луковичка болгарский перец свежие помидоры морковка картошка это пастернак друзья он здесь выглядит по-другому конечно же я не буду бросать полностью все это как вы понимаете каждый по поводу порции определяется сам значит если у вас какая смотря кастрюля сколько вы мяса положили вот это все индивидуально но я так считаю что я например всегда кладу много болгарского перца я кладу свежие помидоры можно конечно помидоры положить вот такие это чок помидоры чок томатос называется вот видите чопит ну то есть такие кусочки помидоров они очень неплохие в этой баночке вот я их бывает использую когда нет свежих под рукой ну а когда у меня есть свежие помидоры то я предпочитаю все таки все свежее все должно быть свежее все должно быть спелу жару конечно же чеснок друзья конечно же лавровый лист вы знаете вот это вот я вам принесла у меня показать это имбирь это мой небольшой секрет тоже когда я варю мясо начинаю варить мясо я обязательно кладу кусочек имбиря чтобы бульон был более вкусный вот ну и конечно перец горошком соль как обычно зелень это имеется ввиду укроп петрушка но здесь как укроп у нас уже закончился с петрушкой тоже проблемы у меня к сожалению этого сейчас под рукой нет я буду тоже использовать на им потом покажу у меня укроп просто с солью из холодильника но он тоже свежий и естественно свекла но или бурак у нас его называют еще ну вот со свеклой друзья тоже небольшие проблемы свеклы не нашла я в этом плане могу варить борщ и без свеклы вы знаете как-то абсолютно нет проблем ну вот сегодня попробуем вот из таких продуктов что касается мяса мясо кусочек естественно вы должны сварить бульон для борща в любом случае лучше лучшее мясо которое вы в общем-то должны быть использовать это будет говядина кусочек говядины на кости или кусочек нежирной свининки на кости но в принципе скажу я вам сейчас это все это уже такой знаете классический борщ как я говорю а сейчас потихонечку уже я экспериментировала много раз и даже иногда я говорю даже и на курином бульоне нисколько неплохо и так начнем ну вот я уже вы знаете чтобы долго тут как говорится не ждать чтобы долго не заморачиваться я уже практически бульон сварила значит бульон я на сегодняшний день сделала взяла ребрышки свиные вот они вот естественно когда вы варите бульон вы сразу кладете лаврушку перец и я сразу режу и кладу кусочками помидоры потом я эти помидоры в общем вытаскиваю и убираю из них кожурки а еще вот видите такой цвет у меня интересный это вот как раз тема им небольшие секреты которые я вам хотела сказать я всегда добавляю в борщ что-то специфическое вот например сегодня я решила добавить немножко сухих грибов но так как это грибы сухие то я их естественно положила варить раньше вместе с мясом также вы должны положить сюда свеклу мелко порезать ну и вот я положила видите вот такой вот кусочек имбиря он дает пикантный вкус но это на любителя опять же друзья я говорю кому что нравится вот и сейчас я должна добавить когда у меня уже мясо проварилась немножко я добавляю одну картошку целик вот так и добавляю одну картошку порезанную вот так это варится значит вот до готовности мясо друзья варим что по поводу лука и морковки друзья раньше всегда мы пассеровали то есть обжаривали на масле или на сале лук морковку и помидоры вот я вы знаете так уже не стала давно делать потому что как сны с нынешними веяниями как вы знаете все это вредно зажарка вредно канцерогены как там говорят все это не надо и и поэтому я прекрасно обхожусь без по без обжарки вот морковки лука и помидор помидоры я уже как вам сказала положила туда а вот теперь сейчас опущу еще лук в наш бульончик по поводу морковки вы знаете морковку я не режу я ее тру на крупной терке я морковку как-то вот большими кусками не очень люблю но это опять же на любителя ну вот так это выглядит у нас друзья сейчас я это отправлю в кастрюлю но прежде чем я это отправлю в кастрюлю друзья я вот вынимаю мясо уже сварившиеся кусочки нечего ему тут дальше болтаться я честно говоря так не люблю когда мясо у нас все там в овощах вот уже даже немножко видите болтается тут у меня грибы вот вот такие у меня были свиные ребрушки они уже сварились теперь я продолжаю варить свой борщ опускаю туда морковку и лук да вот забыла вам сказать еще один такой мой небольшой секрет может быть не очень секрет но вот то что я делаю значит я иногда вместо картошки или вместе с картошкой вот добавляю горох в борщ совсем это все конечно немножко абсолютно просто может быть горсть кто-то горох кто-то фасоль кому что нравится вот я добавляю бобовые обязательно в борщ мне это очень нравится иногда я добавляю даже вместо картошки потому что это более полезно и потом так как я имею лишний вес я его стараюсь как-то сдерживать и вообще пытаюсь похудеть поэтому я вместо картошки добавляю вот горох горох вот такой не половинчатый он разваривается долго поэтому его я тоже бросаю вместе когда начинаю варить мясо вот я бросаю вот этот горох либо я бросаю как я уже сказала вот на сегодня сегодня какие-то сушеные грибы что-то одно друзья потому что вкус совершенно разный и она друг друга перебьет вот теперь я режу пастернак вот такой маленький кусочек я взяла от такого огромного как вы понимаете здесь пастернак как вы можете видеть абсолютно другой не такой как у нас в россии и он очень мягкий поэтому сразу я его не варю я его варю уже вот почти видите вместе вместе сейчас вот со сладким перцем кстати сладкий перец нашла немножко другой он у меня уже был нарезанный поэтому я решила тот красный которым показала не использовать а использовать вот этот чтобы он не пропал то что уже нарезанная была половина вот и нарезаю пастернак со сладким перцем через наверное минут десять я буду опускать его туда когда у меня уже немножко проварится лучок с морковочкой ну вот я отправляю вот это все сладкий перец и пастернак кастрюльку и варим что касается капусты друзья вот смотрите еще один мой секрет капусту но я не говорю о квашеной капусте если мы добавляем квашеную капусту то это совсем другой вариант это будут щи у нас да мы варим больше свежей капусты как вы понимаете вот очень большая ошибка я считаю всех тех кто читает какие-то рецепты в поваренной книге все те как кто как готовит борщ почему-то там написано что вы должны класть капусту вместе с картошкой просто таки сразу вот я хочу вас предостеречь ни в коем случае друзья самый главный пожалуй секрет приготовления вкусного ворща это не переварить капусту ни в коем случае не переварить она должна быть немножко хрустящий даже и поэтому вот капусту я кладу практически в самый последний момент и еще одна история что я делаю с капустой сейчас я вам покажу меня к сожалению вот штатива нет поэтому я одной рукой не могу резать и держать камеру неудобно поэтому вот сейчас я нарежу капусту и покажу вам что я делаю с ней дальше ну вот я нашелковала капусту мне даже чуть чуть меньше вилочка вот этого будет достаточно на мою кастрюлю вы видели она у меня маленькая хотя вы знаете опять же на любителя я люблю густой борщ чтоб ложка стояла как у меня говорил отец так что я делаю с этой капустой смотрите что я ее кладу сюда вот так я высыпаю вот этот чеснок нарезанный мелко так и я беру вы не поверите лайм вот лайм половиночку разрезаю где она у меня вот она и выдавливаю этот лайм так и теперь я вот так вот это все вот так вот перемешиваю капусту сок можно лимон не обязательно лайм но я почему-то привыкла лайм он более душистый мне нравится вот я вот так вот жамкаю как говорили у нас все это вместе жамкаю вот можно немножко соли добавить чтоб лучше но тогда капуста слишком будет сильно пожамкана я не люблю вот так я приготовлю капусту друзья так ну вот я опустила сладкий перец пастернак друзья но еще у нас до конца это не сварилась пока это все варится вы знаете а я что еще хочу сказать друзья самое главное мой секрет не забывайте что прежде всего вы должны положить кастрюлю и каждый раз класть кастрюлю свое настроение если у вас нет настроения готовить никогда ничего вкусного вас не получится прежде всего должно быть настроение вот щепотку настроения друзья не забудьте положить на пока мой борщ доваривается я вам хочу показать вот эту прелесть посмотрите какие у меня шикарные хризантемы но это они уже цветают они уже немножко повяли это мне наверное неделю назад мартин приносил посмотрите какой у нас день сегодня замечательный солнечный я конечно сейчас так да говорю этот борщ друзья сегодня вечером должен мартин прийти я хочу его накормить борщом он любит вот я сейчас я пойду конечно обязательно гулять да посмотрите еще у меня цветы а вот эти цветы вчера он не принес такие красивящие розы у меня спрашивают как у меня расскажите с мартиным ну вот видите вот так цветы почти каждый день а вот этот букет так вообще он меня просто потряс посмотрите какой букет я такого никогда не видела это как раз нам к борщу потому что тут какие-то цветы типа типа капусты да или что вообще очень красивый цвет этот букет очень красиво оформленный я его поставила в вазу в эту видите в напольную потому что он такой был огромный когда он его принес в этой бумаге еще завернуты огромные очень красивые вот эти штуки по честно говоря я видела я вижу такой впервые и мне он просто очень понравился но я решила я его поставлю в напольную вазу потому что уж очень он огромный а разделять мне его на на отдельные штуки не захотелось там видите гвоздика еще еще какие-то очень красиво я вот наслаждаюсь и радуюсь теперь я вся в цветах практически никогда такого не было и вот опять так ну вот у нас практически все овощи сварились которые я положила до этого вы знаете друзья вот так вот сильно кипеть как-то не 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 давайте не позволяйте пусть он у вас лучше как-то кипит на очень медленном огне так вот я теперь опускаю вот эту капусту которую мы приготовили помните да вот теперь эту капустку я опускаю сюда и их друзья внимание секрет самое главное чтобы капуста не была переварена как я уже вам сказала капуста конечно разная вот у меня опять она очень нежно это капуста здесь в англии вообще все другое поэтому я ее вот сейчас довожу до кипения буквально под крышкой две минуты и я выключаю понимаете да что я делаю того же до кипения и выключу так ну и последнее друзья что может быть многие не делают а я так всегда это называется у меня заправка вот заправка не та которую мы обычно пассировали овощи и заправляли у меня заправка другая вот смотрите вот эту картошку которую я вам говорила мы целиком отправляли в борщ она сварилась я ее достала видите вот я беру чесночок еще и я эту картошку толкаю с чесночком вот так вот делаю пюрешку прямо очень тщательно с чесночком я толкаю вы знаете некоторые вот так с чесночком толкают сало специальным пестиком но это опять же на любителя я как как вам сказала я стараюсь это все слишком жирное не есть я сало не добавляю но без проблем не забудьте с чесночком потолкать сало либо вот так вот эту картошечку обязательно на мякоть как опять же говорить у меня моя бабушка и отправляйте кастрюльку вот я опустила в кастрюльку картошечку с чесночком и еще одну теперь вы добавляете зелень друзья какая у вас есть вы на юге живете у вас обязательно есть петрушка и укроп мелко-мелко нарезаете добавляете чеснок я уже добавила не забудьте еще также вытащить вот это вот все вот я лаврушку вытащила и вот эти вот кусочки имбиря которые я положила я тоже вытащила потому что зачем он будет телепаться у людей в тарелках и потом можно его не разузнать и можно его грызануть кто-то не поймет он не очень-то вкусный он дал уже все свои полезные свойства я кладу вот такую зелень друзья укроп соли к сожалению другой у меня нет здесь это практически зимний вариант но я его также кладу ну и теперь друзья вы обязательно должны попробовать на вкус что у вас получилось вкусно вот и еще один последний секретец я люблю все подкисленное как я вам уже сказала да ну вы конечно вот вы попробовали если чего-то не хватает вы пожалуйста добавляете вот меня немножечко соли просто чуть-чуть я добавлю я боялась то что у меня в соленый укроп чтобы не пересолить и просто грамму лечку вы знаете я всегда добавляю сахара друзья вот это у меня сахар вот я чуть-чуть он дает более опять пикантный вкус просто грамму лечку так добавили и теперь как я уже сказала так как я люблю борщ кисленький помидоры бывают разные бывают сладкие немножко будет кислая бывает что и нормально вам и не надо будет добавлять но я опять же вот выжала лайм сюда потому что мне хочется чтобы он был кислый у меня больше вот и теперь я закрываю крышкой пусть он немножечко еще настоится постоит борщик и пожалуйста сейчас налью в тарелку приятного вам аппетита вот такой у нас получился борщ друзья обязательно не забудьте добавить по кусочку мяса порцию обязательно не до будет не забудьте добавить сметанку сметанка обязательно не забудьте людям подать чесночок нарезанный уже начищены и конечно же кусочки сухариков вот я обычно готовлю борщ вот так приятного вам аппетита еще раз надеюсь что вам понравится мой рецепт если есть вопросы спрашивайте всего вам доброго пока пока здоровья и удачи